Возникает вопрос, что можно сделать из рога? И обычно, обычно, когда человек представляет себе рог, у него перед глазами возникает такая вот корявая биба. Соответственно, вопрос звучать должен так, что можно сделать из корявой бибы? И всем здрасте, всем привет, с вами Речик Вульф, и сегодня у нас речь пойдет о новом ножике, вернее, о его рукоятке. Рукоять у нас будет в форме змеи, прикольная, небольшая рукоять для небольшого обвалочного ножика для кухни. Поехали! Берем самую грубую фрезу и начинаем потихонечку выбирать основную форму. Выбираем самые большие куски, которые нам точно не пригодятся. Это последний большой кусок рога, а той злополучной вешалки, которая осталась, те, кто не в курсе, о чем идет речь, посмотрите предыдущие выпуски, в них все поймете. Вот, рог был хороший, рог был классный, но он мне уже надоел, я купил новые рога и отдельно посвящу целый выпуск тому, что делать с целыми рогами, если они у вас где-то завалялись и, ну, для чего их использовать, как их разбирать на части, чтобы не потерять ценного материала. Так вот, продолжаем все это дело скруглять, чтобы она была, ну, как бы, какая у нас змея, явно не квадратная. Самое сложное во всем этом, пожалуй, то, что это очень утомительное занятие, рог очень твердый, я уже не раз говорил, вот конкретно вот этот рог, и придавать ему объем, объемные такие глубоко прорезанные, либо вот, как в данном случае, с большими-большими кусками, проще было бы формы, ну, высверлить, выпилить, но я решил все это убрать фрезой, иногда наклоняете и работаете уголком, когда уже уверены, что надо выбрать большой участок, это экономит ресурс вашей фрезы очень сильно, ну, и так быстрее работать, вот, видите, как раз я сейчас показываю, там точно нужно убрать еще лишнего, иначе змея получится несоизмеримо какой-то жирной, хотя, кстати, на самом деле змеи, они очень такие пузатенькие, если вы их посмотрите, особенно это касается ядовитых змея, они какие-то такие не очень длинные и очень толстые, просто толстые, видимо, они хорошо едят. Смотрим дальше, что у нас получается, ну, в принципе, здесь процесс максимально примитивный, но это не значит, что его не нужно делать. Либо сидите со своими квадратными жирными змеями. Еще немного анатомической верности, и YouTube меня забанит за форнографию. Так, прекрати, прекрати, это не серьезно, это не серьезно, сделай серьезно. Это змея. И этой змее требуется, конечно же, совершенно логичная, понятная, всем и чрезвычайно точная разметка, чтобы любой смог это повторить. Я прошу прощения за технические трудности, которые я испытал в озвучивании смешных вещей. В общем, немножко... Когда делаешь базовую форму, порой делаешь нечто такое, что можно воспринять как совсем нечто другое. Здесь нужно выделить голову. Голова это, пожалуй, единственная часть, которая у змеи реально, ну, вот прям сильно выделяется. То есть у нее нету плеч, но есть шея. И можно точно увидеть, где она присоединяется к голове. Это довольно-таки забавно, учитывая, что у нее нет как таковых ни ног, ни рук. Есть только хвост и голова. Какой ты умный. Ну, в общем-то, задача такая. Выделить все возможные детали на черепе. У них очень фактурный, очень интересный череп. Также у змеи чрезвычайно интересный. Слово чрезвычайно звучит слишком много раз. У них очень прикольные зубы. Если вы посмотрите на скелет змеи, удивитесь, оказывается, ну, очень-очень интересный он. Особенно их строение головы, оно, наверное, ну, я не знаю, уникальное или нет, но оно меня в свое время заворожило. Когда я увидел, подумал, блин, нифига себе. То есть это, ну, выглядит как какой-то пришелец. Никогда, ну, не догадаешься, что буквально вот может ползти у тебя возле ног, где-то там в траве. А на самом деле вот такая штука. Наметив основную линию рта, прорезаем ее. Просто, чтобы не запутаться, начинаем добавлять детали, например. Ноздри у нее очень ярко выделены, их точно будет видно. И чешуйки. Они у него данного вида змеи, не знаю, как он называется, я о них не разбираюсь. В общем, нашел красивую змею и ее решил вырезать. Вот, сначала делаем нос, потом начинаем двигаться дальше. Вообще здесь будет много деталей на лице, наверное, даже побольше, чем на некоторых крупных скульптурах, потому что, ну, это змея, там будет чешуя, там будет множество вот этих вот, у них там складки всякие. В общем, интересно, очень интересно именно как скульптору, как художнику. Это, вот сейчас делаем глаз, да, сейчас делаем глаз. Возле глаз у нее там несколько таких, как отдельно они выделяются, чешуйки, они другой формы, они по-другому расположены. Это, видимо, какая-то у них защита такая природная. Вообще, мне очень нравятся рептилии. У меня даже было дома две змеи, но содержать их прям так вам скажу, если вдруг внезапно вам пришла в голову такая же дурацкая идея, как мне, завести свою змею, то лучше, лучше на них смотреть в природе, ну, всякие там передачи, нежели держать ее дома. Во-первых, это скучный питомец, я вам честно скажу, с ним взаимодействия практически никакого, если вы неразвратная женщина. Вот, и... Во-вторых, его содержать очень накладно, потому что крысы стоят денег, мыши стоят денег, за ними надо мотаться, за змеей, прикиньте, надо убирать, а она еще имеет свойство и, скажем так, не принимать пищу. В общем, это очень геморройно, это очень накладно. Не у всех это получается, такая симпатулька прикольная. Ну, мое мнение таково. Лучше им ползать в природе, там они на месте. Скажите, наконец-то он взял нормальные кадры, хоть что-то стало видно. Простите, ребят, мне немножко тут небольшие неприятности, именно, скажем так, именно по жизни, а не по каналу. У меня были перестановки, не очень удачно поставил свет, из-за чего камера, ну, берет мне настолько внимательно все, как обычно. Надеюсь, как обычно. Поэтому, ну, в общем, неприятности есть неприятности, они идут независимо от того, насколько хорошо все идет на канале, да, типа того. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok В сторону идет чешуя То есть она идет от головы в сторону хвоста У нее идут эти вот Ну вы поняли, чешуя все разжевываю Вы же умные Вообще чем больше, наверное, я начинаю Каких-то придумывать интересных проектов Для канала, чем более широкий спектр Стараюсь охватить Ну, сделать, чтобы это было интереснее Более масштабные проекты Тем, блин, больше меня это захватывает Я чувствую вашу поддержку И мне хочется продолжать Мне хочется делать более интересный Тем более упоротые проекты. Мы ведь не о практичности говорим. Это искусство. Ну а теперь вспомните анекдот про дохуя. Сколько это? Правильно. Когда идешь до Ануева нахуй, так это только половина. Половина! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну и конечно же, под окончание всех ваших страданий, полировочка мелом. И да, те кто смотрят меня постоянно, напоминаю, если я не показываю процесс полировки, как это было в двух последних роликах, это не значит, что полировки не было. Это значит только одно. У меня закончились диски. И я ждал, пока они приедут из Китая. Но из Китая они не приехали. Поэтому мне пришлось разориться на дремель. Кстати, диски у дремеля, вот этот диск дремель, намного лучше. И вот что у нас получилось. Вот что у нас получилось, ребята. Это будет очень небольшая рукоятка для кухонного ножа, симпатичная. И вполне себе износа стойкая. Это я могу вам уже точно сказать. Потому что у меня уже есть один ножик, который с роговой ручкой давным-давно используется на кухне. И когда-нибудь, возможно. Если будете себя хорошо вести, я вам его обязательно покажу. А в конце этого ролика я могу показать вам штихер, который тоже получился из такого вот обрезка. Пользователям Яндекс.Дзена напоминаю, что вы всегда можете посмотреть один дополнительный ролик, который выйдет также и на вашей платформе спустя 6 дней. Ну и если вам понравилось это видео, если оно показалось вам полезным или хотя бы просто смешным, не забывайте ставить большие пальцы вверх, а также подписываться на канал. С вами был Речик Вульф. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова